Кадровая лихорадка после вчерашней отставки к госсекретарям, Америка погрузилась в обсуждение, когда же утвердят новую кандидатуру, а помешать этому неожиданно решили правозащитники. Какие грехи они откопали, расскажет Дмитрий Анопченко. Он выглядел мрачно, слегка дрожащим голосом зачитал короткое прощальное заявление с листка бумаги и ушел, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Так в госдепартаменте завершилась эпоха Тиллерсона. Недолгая эпоха. Теперь здесь ждут Майка Помпео. В том, что это в итоге произойдет, сомнений нет. Вопрос теперь в другом. Когда это случится? Ведь для того, чтобы назначить госсекретаря, одного только желания Трампа мало. Нужно еще и голосование в Конгрессе. Проблем вроде бы не предвиделось. Мы будем действовать так быстро, как только сможем, сказали журналистам в кулуарах Конгресса члены Сенатского комитета по международным делам. А именно им предстоит провести формальную процедуру утверждения. Перед тем, как кандидатуру Помпео вынесут в зал, но неожиданно вмешались правозащитники. Amnesty International, Human Rights Watch и десятки других правозащитных организаций сейчас заявляют, мол, Помпео недостойный кандидат в госсекретарии. А его бывший зам по ЦРУ Джина Хаспел не должна возглавить это ведомство. Обвинения громкие. Причастность к пыткам. Правозащитники уверяют, в отношении Хаспел даже ордер на арест в Европе просили выдать, а Помпео якобы одобрял допросы в тайных тюрьмах ЦРУ. Скандал неимоверный. Масло в огонь даже Сноуден сейчас подлил. Подтвердил эти факты, уточнив, что Хаспел якобы доказательства уничтожала. Джон Маккейн уже поспешил заявить, будем детально разбираться. А значит, с наскока утвердить нового госсекретаря все же не удастся. В итоге за него явно проголосуют. Сбоя не будет, не тот случай. Но и демократы, и республиканцы, воспользовавшись скандалом, выторгуют у Трампа все, что только можно. В обмен на свою поддержку и голоса. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.